Здравствуйте! В эфире программа День Города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Внимание! Воздушная тревога. Во всех городах России проверили систему уличного оповещения. Профессия учитель. Лучшие педагоги сегодня получили заслуженные награды. Золотая осень. Чего от погоды ждать рязанцам в ближайшие дни? Сегодня в России провели масштабную проверку систем оповещения населения. Впрочем, звуки сирены, которые звучали практически одновременно во всех городах страны, уже мало кого напугали. Время такое. Вой сирен в городах Рязанской области, да и по всей стране, тренировочный. Не на всех наших территориях эта тревога учебная, конечно, но на большинстве. Впрочем, проверку системы и в региональном управлении МЧС, и в Минцифре анонсировали в соцсетях. Напугать она могла только совсем уж пожилых людей. Сегодня сирены звучали дважды. Внимание всем! Проводится проверка готовности к системе оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Самый главный вопрос, как именно мы должны реагировать, услышав звуки учебной или настоящей тревоги. Итак, по инструкции, услышав непрерывный сигнал, гражданин должен включить телевизор на общероссийских каналах или радио и четко следовать рекомендациям. Доводится всего лишь один сигнал. Внимание всем! Включить телевидение. В случае реальной угрозы будут также задействованы мобильная связь, смс-оповещения и интернет-ресурсы МЧС. Все системы оповещения были созданы и смонтированы много лет назад, еще при Советском Союзе. Их работоспособность постоянно тестируется. Нынешняя проверка проводится в рамках больших учений МЧС. После того, как отбили, делаете резкий выдох. Отбой, ребята. Снимаем через подбородку. Комплексная проверка готовности систем оповещения – вторая часть масштабной тренировки по гражданской обороне. Накануне в школах прошли специальные уроки безопасности. Кроме того, в каждом субъекте моделировалась наиболее сложная обстановка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций. Сценарии мероприятий включали проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуацию населения из зоны ЧАЭС, строевые смотры личного состава и техники. При этом особое внимание уделялось всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления. В эти дни в России проходит Большая учительская неделя. Это событие, можно сказать, ключевое в 2023 году, которое, напомню, президент страны объявил годом педагога и наставника. Накануне Дня Учителя поздравления звучат и в Рязани. Поздравляем! 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 Слова благодарности со сцены Рязанской филармонии звучат для тех, кто посвятил свою жизнь детям. Учителя, наставники, педагоги. У всех тех, кто готовит молодое поколение ко взрослой жизни, должны быть не просто профессиональные компетенции, но и другие навыки. Человек должен быть абсолютно открытым этому миру, чтобы чувствовать, что в нем происходит, правильно реагировать, правильно подбирать слова, правильно находить методы. Это очень важно. Он должен быть тонким психологом, у него должна быть развитая интуиция. Без этого невозможно. Награды за свой труд сегодня получали десятки педагогов. Двоим присвоили звание почетного работника сферы образования. Психолог Центра педагогической медицинской социальной помощи Ермишинского района Елена Березкина и учитель начальных классов школы номер 3 города Касимов Александра Соловьева. Но достойны этого звания, конечно, и многие другие. У каждого своя история. Я еще росла в то время, когда были пионеры октябрята. И вот наша работа с октябрятами, с младшими детьми, всегда меня восхищала и вдохновляла. Поэтому, наверное, вот это явилось стимулом. Второе, я родилась в многодетной семье. И занятие с братьями и сестрами было для меня тоже всегда интересно. Потому, наверное, и выбрала, о чем не жалею уже 33 года. Однажды в детстве я посмотрела фильм «Весна на Заречной улице», где был очень красочный образ учителя русского языка и литературы. Мне тоже хотелось, чтобы меня уважали, чтобы меня любили, чтобы я могла давать знания тем людям, которые будут рядом со мной. И поэтому уже в детстве определилась с выбором. Профессия учитель сегодня одна из самых востребованных. И в России, и в регионе. По словам молодых педагогов, стоять у доски сегодня не только престижно, но и интересно. Наверное, в юности, когда я еще училась в школе, я не хотела быть учителем. Хотя мне всегда очень нравилась суть этой профессии. А когда я закончила университет и попробовала себя в этой роли, то мне очень понравилось. Я как-то втянулась. И вот уже четвертый год работаю учителем английского. Главная задача большой учительской недели – это подчеркнуть важную роль педагогов в обществе. В эти дни в Рязанской области в Министерстве образования будут поздравлять участников конкурса на получение денежного поощрения. А завершится праздничная неделя всероссийской акции «День с педагогом и наставником». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С сентября изменился перечень основных неисправностей по допуску транспортных средств к эксплуатации. Требования к обзорности, конструкции, шинам, список огромный. На часть из них попробуем ответить. Вот установлен у водителя на лобовом стекле видеорегистратор. Всегда был, говорит, всегда ездил с ним и ничего. А теперь с 1 сентября он получается вне закона. Нет, говорят автоинспекторы, лобовое стекло должно быть свободно. Ничего водителю обзор не должно загораживать. Отдельно хочу сказать, чтобы не вносить путаницу, в зоне очистки лобового стекла, дворников, размещать ничего нельзя. В любом случае, если вот, например, за зеркалом заднего вида вы поставили регистратор, в принципе, это допустимо. Госавтоинспекция пошла навстречу горожанам. Теперь любителей дрифта могут хорошенько проучить. Особенно, если такие водители внесли незаконные изменения в конструкцию своего авто. Укротили глушитель, сменили двигатель. Список может набраться приличный. Если автомобиль у нас задержан, выявлены такие нарушения, он изымается, перевозится на пункт технического осмотра, где с экспертом производится осмотр этого транспортного средства. Пишется заключение. Водителю дается 10 дней на устранение данных недостатков. Вот, если в случае 10 дней он никаким образом не устранит, не покажет, а продолжает на нем передвигаться, ой, ну не передвигаться, а не устраняет эти недостатки и попросту наплевательски на это относится, данный автомобиль будет снят с реализационного учета. Еще один вопрос из большого списка изменений – разносезонные шины. Когда водитель решил слукавить и установить, допустим, на передней оси зимние, а на задней – летние. Такие хитрости тоже теперь караются штрафом. Может, небольшим, но, тем не менее, поучительным. Партнер программы «День города» и «Край рыба Камчатская». Выставка продажи теперь у торгового центра «Круиз». Не уставал сентябрь радовать горожан теплой солнечной погодой, будто бы компенсируя жаркими порой днями прохладный июнь и июль. И, словно по календарю, с 1 октября ситуация изменилась. Прохладный воздух, низкие ночные температуры и хмурое небо все чаще. Чего ожидать от второго осеннего месяца? Расскажем далее. Расскажем далее. По прогнозам, октябрь 2023 в Рязани будет достаточно прохладным и солнечным. Дни постепенно становятся короче, что характерно для сезона. По сравнению с осенью прошлого года, в этот раз осень менее сухая. В среднем большое количество осадков ожидается до 21 дня в сезон. Средняя температура осени 2023 – 6 градусов Цельсия, что делает сезон таким же, как и прошлогодний. Осенью 2023 года число дней с температурой более 7 градусов Цельсия составит 43, менее 5 градусов Цельсия – 45. Световой день в среднем уменьшится до 10 часов. Самый длинный день за осень был 1 сентября и продлился 13 часов 48 минут. Самый короткий – 30 ноября, продлится 7 часов 45 минут. До 19 октября температура воздуха будет находиться на отметке плюс 10 градусов. Последние две недели месяца похолодает до плюс 5-7 градусов. Слабый дождь пройдет 6, 7, 8, 9 и 17 октября. Сильный дождь у природы запланирован на окончание первой недели. Самые ясные дни месяца – 5, 14 и 25 октября. Минусовых температур не предвидится. В города России приходит настоящая осень. После разгромного поражения в Кубке России футболисты Рязани в очередном туре Лиги ФНЛ-2 попытались реабилитироваться перед своими болельщиками. В матче с Квантом они владели преимуществом. А смогли ли победить в нашем следующем сюжете? После вылета из Кубка России рязанцы теперь могут смело сосредоточиться на чемпионате. Правда, пока игра горожан выглядит не совсем сбалансированной. Вот и в матче с Квантом подопечные Максима Швецова играли отрезками. И в первом тайме соперник буквально связал полузащитников-хозяев. Было много борьбы с минимальным количеством подходов к воротам. А удары с дальней дистанции летели далеко выше. Ко второй половине встречи тренерский штаб Рязани внес коррективы и сразу появились моменты. Гол, что называется, назревал и пришел он со стандарта. Владимир Марков аккуратно навесил штрафную, а Вячеслав Пурак так же мягко головой подрезал мяч в дальний 1-0. Возможно, чуть упростили мы игру. Самая главная упрощенная игра привела к тому, что в ней мы чувствуем себя не очень комфортно. Допускаем очень много простых ошибок, которые приводят к опасным моментам около наших ворот. Найти баланс пока мы не можем, хотя об этом постоянно проговариваем с футболистами. Спустя две минуты хозяева прозевали Дмитрия Яковлева, и нападающий Кванта от души приложился в ближний верхний. 1-1. Рязанцы бросились в атаку, гости стали чаще фалить, причем даже в штрафной, но свисток арбитра молчал. В итоге ничья, которая, наверное, больше устроила Квант. Достаточно интересный матч, особенно для зрителей, которые смотрели его для тренеров, наверное, в меньшей степени. Достаточно активный был, много моментов, ударов. В итоге, я думаю, закономерная ничья. Впрочем, приключения футболистов Рязани только начинаются. Уже в четверг они сыграют в Долгопрудном, а спустя еще три дня примут крепкое Владивостокское «Динамо». Футбольный фарт рязанцам точно не помешает. Икра и рыба Камчатская снова в Рязани. Теперь у торгового центра «Круиз». Полюбившиеся рязанцам морские деликатесы на новом месте для удобства горожан. До 7 октября включительно. Чавыча – ценная рыба семейства лососевых. Красная рыба вырастает до больших экземпляров, но отличается от других лососевых еще и по внешним признакам. Мясо чавычи очень вкусное и полезное. Не зря у этой рыбы столько прозвищ. Например, русские называют ее рыбой царей, жители США – королем лососей. В Японии у чавыча прозвище «Князь лососей». Все это указывает на ценность и дороговизну рыбы. В нашей стране мясо чавычи могли позволить себе только очень знатные особы. Чавычу взяла. Чавычу и в наши дни называют царской. А раньше мясо этой рыбы даже ценилось выше золота. Да и сейчас это деликатес. В России самое вкусное чавыча – это молодая особь, выловленная рыбаками на Камчатке. Выставка продажа гордится и другими деликатесами. В морской рыбе много витаминов. И нужных для человеческого организма микроэлементов. Фтор, калий, магний, натрий, хром, кальций, цинк и многое другое. На 100 граммов мяса до 20 граммов протеина. Есть в этом продукте омега-3, что очень важно для здоровья человека. Мясо нежирное и легко усваивается. Если постоянно его употреблять, можно поддерживать сосуды в тонусе, снизить риск заболевания тромбозом. Улучшается кровообращение, предупреждаются заболевания нервной системы, укрепляются кости. Поэтому рекомендуется употреблять морскую рыбу в больших количествах. А приобрести свежайшую рыбку можно у торгового центра «Круиз» на выставке продажи икра и рыбы «Камчатская» вплоть до 7 октября включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Это свершилось! Камчатские делегатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. Со 2 по 7 октября у входа в ТЦ «Круиз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова